Добрый день, уважаемые коллеги! Очередное заседание правительства. Прежде чем перейдем к основным вопросам повестки дня, у меня несколько информационных сообщений и вопросов. Первый вопрос от Министерства культуры и спорта. Да. Знаете, сейчас очень много вопросов вокруг применения допинга. И с нашими спортсменами, и с российскими спортсменами, да и вообще с Олимпийским движением. И сейчас у нас наша команда готовится к участию в Олимпийских играх, ну и в других крупных соревнованиях. Поэтому вот я вам даю поручение и обращаюсь с просьбой к Национальному Олимпийскому комитету. к господину Кулебаеву в первую очередь. Значит, нам нужно сделать все для того, чтобы наши спортсмены достойно прошли это испытание. Значит, нам нужно изыскать возможности, ну в первую очередь, может быть, за счет частных спонсоров, для того, чтобы купить хорошую лабораторию, чтобы наши спортсмены перед тем, как они будут принимать участие в соревнованиях, могли пройти этот тест, и чтобы потом для нас не было неожиданных сюрпризов. Ну и спортсмены могли быть уверены, когда они будут через это проходить. То есть мир, он меняется во многих отношениях, в том числе и в спорте. В прошлом году, когда по поручению главы государства мы презентовали нашу заявку на Зимние Олимпийские игры 2022 года, у меня было много встреч с президентом МОК, господином Бахом, и он уже тогда предупреждал, что одна из основных его задач – это борьба с допингом в спорте, чтобы спорт был чистый и проходящий. То есть все меняется. И вот вам нужно вместе с НОКом вокруг этого провести очень хорошую и важную работу. Скажете что-то? Уважаемый Карм Каншанович, в данное время мы имеем 102 лицензии, предстоящие еще есть 2 международные игры, где-то мы рассчитываем получение дополнительных 10 лицензий. Ну то есть у нас лицензий будет больше 105-7. Это очень хороший показатель. Вы правы, в данное время мы тоже четко следим за этой ситуацией, которую нам МОК отправляет, все это проблемные вопросы. И конечно сейчас мы ждем окончательного заседания дисциплинарной комиссии, которая начнется 27 июня в Лазанье в МОК. И только по урушению этой дисциплинарной комиссии мы будем уже исходить меры наказания или виновности наших спортсменов, тренеров или ответственных лист. А так на контроле, Карм Каншанович. И как Вы задание дали, сейчас мы действительно перед Рио-де-Жанейро будем усиливать нашу лабораторную медицинскую составляющую, потому что очень важно, чтобы эти ошибки мы не повторили в Рио-де-Жанейро. Это принципиально важный вопрос. Значит, второй вопрос тоже не по повестке дня. Сейчас достаточно, на мой взгляд, критическая ситуация в Южно-Казахстанской области по вопросу саранчи. Значит, у меня вопрос вот и к Мирзахметову, и к вопросу, к Акиму Южно-Казахстанской области. Поясните ситуацию, как такое. Ну, Вы, наверное, лучше знаете. Вы как Аким, бывший, сейчас как министр. В чем проблема? В текущем году площадь обработки составляет 1,8 миллиона гектар. Это на 1,4 миллиона гектар меньше, чем было в 2015 году. В 2015 году площадь подлежащей обработки была 3,2 миллиона гектар. То есть разница почти 1,8 раз меньше. И говорить здесь о том, что идет на 6 саранчи, или такая вспышка, которая наблюдалась в 2000 году, не приходится. То есть, наоборот, по итогам принятых мер, площадь сокращается из года в год. Что касается случаев не только ЮКО, но и Джамбульской области, ну, к сожалению, здесь надо признать, что были упущены оптимальные сроки обработки. Как известно, в текущем году была теплая зима, ранняя весна. Поэтому сроки отрожения саранчевых, они сдвинулись и примерно 15-20 дней. И поэтому здесь данный фактор не учли, и несвоевременно были проведены конкурсы на услуги. Потому что препараты имеются, средства достаточного объема не были выделены. Просто надо было своевременно провести тендер и опролить поставщиков, которые должны были обработать зараженные площади. Обработка произошла где-то в конце апреля. То есть по авиационной обработке где-то примерно на 25-3, почти на месяц опоздали, а по наземной обработке примерно на 15-20 дней. Объясняйте только этим. По этому поводу мы создали комиссию, которая провела служебное расследование. Комиссия сейчас завершает свою работу, но не дожидаясь работы этой комиссии, уже принято решение, в частности, освобождены от занимаемых должностей директора областного центра фитосанитарной диагностики и руководителя его филиала в Сарагачевском районе. И в настоящее время рассматривается ответственность у руководства комитета и структурных подразделений непосредственно комитета ЮКО и Джамбульской области. Учитывая данные обстоятельства, усилен оперативный штаб при комитете, который следит за своевременным проведением обработки. И закреплены работники центрального аппарата за конкретным регионом. Эти сотрудники сейчас находятся в регионах. И пользуясь моментом, что присутствует здесь Акима регионов, помимо стадной формы саранчевых, нужно еще, в зависимости от ситуации, нужно обрабатывать еще не стадные формы саранчевых, а это зона ответственности местным бюджетам. Поэтому просили бы, уважаемых Акимов, чтобы они на это обратили внимание и при необходимости приняли дополнительные меры. Акима Южно-Казахстанской области вначале, приготовиться в Джамбульской области. Поясните ситуацию. Карим Кажемканович, добрый день. Значит, по информации, вот то, что было сказано, по информации Министерства сельского хозяйства, в их компетенции находится обработка по стадной марокканской. Значит, 14 мая на нашей территории обработка была произведена. 25 мая к нам поступила информация о возникновении очагов стадной марокканской саранчи в регионах Шардаринского района, значит, Сарагашского района и Арысии. Мы незамедлительно 26-го уже создали мобильные группы, значит, привлекли летательные аппараты, два самолета, три дельтаплана, и начали повторную обработку, значит, на этой территории. Сейчас мы 23 тысячи гектар земли обработали, значит, на сегодняшний день все очаги саранчевых вредителей у нас ликвидированы, вот, социальное напряжение у нас снимается. Более того, что по незначительным повреждениям посевов у нас, в общем, по области пострадало где-то около 400 гектаров. Нами сейчас всяческая поддержка крестьянским хозяйством оказывается. Сейчас вот мы уже взялись полностью список их по отсрочкам, по выплатам, по кредитам и обеспечения пролонгации займов для дальнейшего восстановления данных посевов. Ну, по ситуации теперь. По причине ситуации я хотел бы тоже свою позицию сказать по этому поводу. Оскар Исабекович сказал по этому поводу. То же самое, значит, это первое. Это мягкая зима, высокая трава. В тот период, апрель, у нас были дожди. Скорее всего, подразделения, которые, Минсельхозовские, которые отвечали, они обработку делали, но из-за высокой травы и дождя эти препараты должного, значит, действия не нашли. Второе. Все-таки надо отметить, что комитет госинспекции Минсельхоза действительно поздно, с опозданием почти в три недели, они провели все работы по закупке препаратов и по обработке. Поэтому у нас, особенно в области, то, что ранее все это было, ранее весна, вот, вся саранча встала на крылья. Теперь, что я хотел бы сказать еще, у меня будет, по следующему году. Конечно, она разлетелась. Если у нас на сегодняшний день, значит, на обработке было 93 тысячи гектар, мы не стадной саранчи, мы обработали 26 тысяч гектар. На следующий год, на следующий год, у нас проблема в этом году именно морокской саранчи, стадной саранчи. Необходимо будет увеличить до 150-180 тысяч обработку против морокской саранчи, потому что то, что разлетелось, необходимо делать дополнительный мониторинг и прогнозирование. Теперь, учитывая, что ответственность за социальную и экономическую стабильность в регионе все-таки несет местный исполнительный орган, полагаю целесообразным передать функции по обработке территории, против саранчевых в компетенцию области. Спасибо. Джамбульская область. Уважаемый Макарин Казуханович, на сегодняшний день по Жамбулской области, обработан на 4 тысячи... Работает подрядная организация «Дельта», товарищ с ограниченной ответственностью. Особых потерь у нас есть, имеются очаговые потери, работа на контроле. В принципе, данная ситуация угрозу для потери пассивных площадей не представляет. Сашкар Собегович, вот вам поручение проанализировать всю ситуацию. Во-первых, нужно саму проблему решить, потому что стыдно, честно говоря. Все это надо довести. И во-вторых, нужно наказать виновных. И вообще, чтобы предыдущая ситуация не допускалась, потом отдельно мне доложите. Второй вопрос у меня, каким у города Алматы? Ну вот, все, кто смотрит в интернете, в социальные ролики, прославился наш город, любимый в отрицательном смысле, благодаря плавающей Тесле. Залило все водой в переходе. Как вообще так получилось? В чем проблема? Я, пожалуйста, Боржан Кадыргалевич. Уважаемый Карим Кажемканович, коллеги, в настоящее время с учетом присоединенных территорий в Алматы имеется 28 рек с общей протяженностью 221 километров. В этой связи нами заблаговременно определены возможные 21 паводкоопасных участков. Только с февраля по март коммунальными службами произведена очистка русел рек, канальной и орычной сети протяженностью 188 километров, вывезено более 5000 кубических метров вдаль снега, более 17 тысяч кубических метров твердобытового мусора. Постоянно проводятся превентивные мероприятия. Вместе с тем, только в мае при среднемесячной норме 108 миллиметров выпало 200 миллиметров осадков с превышением в два раза. А 17 июня, то есть прошедшую пятницу, при месячной норме 60 миллиметров только за три часа выпало 47, а в горной местности до 57 миллиметров осадков. Последний раз аналогичный аномальный случай произошел в 1957 году, когда выпало 64,8 миллиметров осадков. Поэтому 17 июня всего на территории города произошло 94 случая подтопления, из них частных жилых домов 25, дворовых территорий 69. Для ликвидации последствий на базе департамента ПАЧС был развернут оперативный штаб с привлечением службы гражданской защиты и коммунальных служб районов в составе 110 человек, 28 единиц техники и 5 мотопомп. Использовано 1350 мешкотар. На службу 109 поступило 332 звонка по всем принятой мере. Кроме того, через соцсети пришло более 100 обращений, все вопросы решены с представлением соответствующих фотоотчетов. В результате уже к вечеру все основные места подтопления были устранены, а к утру завершены работы в целом по городу. Вместе с тем, в рамках системных мер для предотвращения потопления селий нами принимаются следующие мероприятия. Первое. Проводится обследование мест с риском возникновения паводковых и селевых явлений. Семь гидрометеорологических постов проводят мониторинг горных и предгорных территорий. Проводится опорожнение семи моренных озер. Второе. В текущем году на разработку ПСД на строительство селезащитных плотин в верховнях реки Улькен-Алматы и Ахсайское ущелье, а также реконструкцию плотины Мыхжелки из местного бюджета выделено 169 миллионов тенге. Как только документация будет подготовлена, просил бы вас поддержать вопрос строительства соответствующих селезащитных сооружений. Третье. Начатая реконструкция русла реки Харгале, где год назад прошел сильный сель. На 7,7 километров из местного бюджета выделено более 2 миллиардов тенге. Работы сейчас немножко усложняются дождем, но в целом они идут своевременно. И к концу лета мы планируем капитально из бетона сделать, с освещением, со скамейки, с прогулочной зоны вот в этом районе укрепление русла реки. Четвертое. В текущем году будет проводиться строительство новых и капитальный ремонт старых арычных сетей в Алатаусском, Медеусском, Бостандыском и Ауэзовском районах протяженностью 15,1 километров. Определен перечень улиц для арычных сетей протяженностью 276,3 километра, на которые требуется разработка ПСД. Мы с прошлого года эту работу начали системную, завершили, и сейчас вот как раз этот вопрос рассматриваем. Также на проведение первоочередных работ по текущему ремонту арычных сетей протяженностью 26,3 километра планируется дополнительное выделение значительных средств из бюджета. Вот на ближайшем рассмотрении мы этот вопрос решим. И в-пятых, в департаменте ЧС города Алматы для ликвидации возможных паводковых и целевых ситуаций закреплено более 6 тысяч человек личного состава, 678 единиц техники, 16 плавательных средств, а также 56 мотопомп и 96 автономных электространций. По данным КАЗ Гитромета, вот 22-23 мая на этой неделе ожидаются также сильные осадки. Мы с учетом ситуации 17 июня составили карту рисков, и уже не дожидаясь дождя, с утра будет стоять техника, соответствующие поручения мы дали, как только набирается определенный объем воды, чтобы сразу его разбрасывали. Поэтому соответствующую работу мы проводим и держим ее на постоянном контроле. Спасибо. Я планирую в ближайшее время приехать к вам. Хочу на месте посмотреть то, о чем вы сейчас говорили. Прямо ногами с вами вместе пройдем и посмотрим все, что вы сказали и все, что есть на самом деле. Я потом дату определю. Спасибо. Переходим к вопросу повестки дня. Первый вопрос, он, наверное, один из самых важных – это экономический рост, потому что все, что дальше движемся, зависит от нашего экономического роста. Поэтому я хочу послышать о плане работы Кванды Кулихановича Бешимбаева. Пожалуйста. Уважаемый Карим Кожемканович, уважаемые члены правительства, в соответствии с вашим поручением данным на прошлом заседании правительства, во исполнении поручений главы государства Министерством национальной экономики совместно с заинтересованными госорганами разработан план дополнительных мер по стимулированию экономического роста в 2016-2017 годах. С учетом внешних и внутренних факторов развития, по итогам января-мая 2016 года, снижение ВВП страны замедлилось до 0,2%, против 0,4% по итогам в январе-апреле. Положительное влияние на рост ВВП оказывает увеличение валового выпуска продукции сельского хозяйства на 2,7%, производство продуктов питания на 3,1%, объемов строительства на 6,8%, услуг транспорта на 4,1%, а также увеличение добычи руд цветных металлов на 9,6% и производства цветных металлов на 12,4%. Вместе с тем, есть факторы, которые оказывают негативное влияние на ВВП. Повлияло уменьшение производства по добыче нефти на 4,4%, угля или гнита на 10,5%, железные руды на 23,1%, переработки нефти на 1,2% и машиностроению на 28%. Для обеспечения к концу текущего года положительного роста экономики сформированы соответствующие меры по трем направлениям. Первое. Обеспечение роста объемов производства в отраслях экономики, где наблюдается сокращение выпуска продукции. В результате предусматриваемых мер по поддержке нефтедобывающей отрасли при плане 74 млн тонн объем добычи нефти будет доведен до 75 млн тонн, это позволяет текущая конъюнктура цен на нефть. Также будут приняты меры по обеспечению начала добычи на Кашагане в октябре 2016 года, что может дополнительно обеспечить добычу 500 тысяч тонн нефти в текущем году. В нефтепереработке будут оптимизированы сроки плановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов, что позволит дополнительно переработать 150 тысяч тонн нефти. Для увеличения добычи угля будет усилен контроль по созданию нормативных запасов топлива на энергообъектах до конца текущего года. В целях снижения инфляции и поддержки промышленных предприятий, а также обеспечения загрузки крупных электростанций до 15 июля будет рассмотрен вопрос по снижению предельных тарифов на электроэнергию. Будут приняты меры по увеличению поставок железнодородного сырья АОС СГПО в Китай и Россию, в том числе через предоставление временного понижающего коэффициента на услуги МЖС, что позволит увеличить поставки железнодородного сырья с 6,4 млн тонн до 6,7 млн тонн в 2016 году. В целом для стимулирования роста в обрабатывающей промышленности будут также приняты дополнительные меры по снижению тарифов на услуги естественных монополий на временной основе, на магистральной железнодорожной сети и электрической энергии, оборотного капитала на льготных условиях, лизингово-финансирование и предэкспортного кредитования. Акимами регионов до конца июня будут приняты соответствующие дополнительные меры по поддержке отечественных предприятий и повышению загрузки предприятий малого и среднего бизнеса, хранению занятости. Второе направление – повышение эффективности использования запланированных средств в рамках госпрограммы Нурлужол и плана дополнительных антикризисных мер в 2016 году. В рамках госпрограммы Нурлужол начата работа по строительству жилья на сумму 360 миллиардов тенге предусматривается поэтапное освоение средств по законтрактованным объемам в течение двух лет. Это позволяет использовать неиспользуемые в 2016 средства в объеме 7,3 миллиарда тенге, так как данные средства планируется перечислить во втором полугодии 2017 года. В частности, 25 миллиардов тенге – это в рамках средств, предусмотренных для строительства арендного и кредитного жилья через АО «Байтирек», 26 миллиардов тенге, предусмотренных для кредитования местных исполнительных органов для строительства жилья и 20 миллиардов тенге, предусмотренных для АО «Самруказна», также для строительства жилья. В целях повышения эффективности использования временно свободных средств, выделенных на строительство жилья путем микширования вышеуказанных 70,3 миллиардов тенге и средств, доступных из единого накопительного пенсионного фонда в сумме 85 млрд тенге, общей суммой 155 млрд тенге, будут направлены на финансирование оборотного капитала предэкспортное и экспортное кредитование обрабатывающей промышленности через АО «Нукбатерек» с их возвратом до июля 2017 года. Таким образом, средства предоставляются на один год, они будут предоставлены предприятиям обрабатывающей промышленности для финансирования оборотного капитала с учетом текущей ситуации на финансовых рынках, статистики, показывающие снижение кредитования, это станет хорошей поддержкой для предприятий. Предполагаемая конечная ставка для предприятий с учетом субсидирования в размере 5% составит 7,75%, что позволит предприятиям данные средства получить и сохранить занятость в обрабатывающей промышленности. Перераспределение вышеуказанных средств предлагается рассмотреть на заседании Государственной комиссии по модернизации экономики до конца июня текущего года. В настоящее время нами подготовлен проект протокола Совета по управлению национальным фондом и будет внесен в правительство и далее в администрацию президента. Для получения быстрого эффекта... Одну секунду. Когда у нас Госкомиссия планируется? Да. Когда вы будете готовы к Госкомиссии? Я думаю, что мы к началу следующей недели будем готовы. Следующий вторник. После заседания правительства Госкомиссия. Для получения быстрого эффекта на рост экономики во втором полугодии текущего года для дополнительного стимулирования внутреннего спроса будут направлены 90,5 миллиарда тенге за счет специального резерва правительства. В том числе из этих средств предусматривается выделение 30 миллиардов в виде целевого текущего транспорта областям в рамках реализации программы «Дорожная карта занятости-2020». Эти средства будут направлены на текущий ремонт объектов ЖКХ, инфраструктуры и благоустройство в селах, сельских округах, поселках, городах районного значения. Программа аналогична той, которая принималась в 2009-2010 годах. Дорожная карта, которая в кризис оказала хорошее влияние в тот период на занятость и на экономический рост. 23,9 миллиарда тенге выделяется на подведение местными исполнительными органами инфраструктуры для развития индивидуального жилищного строительства. Увеличение финансирования обеспечит в 2017-2018 годах введение дополнительно 3 миллионов квадратных метров индивидуального жилья. 1,1 миллиарда тенге дополнительно предусматривается на подведение инфраструктуры к проектам бизнеса в рамках «Дорожной карты бизнеса-2020». И 20 миллиардов тенге на реализацию проекта по обеспечению сельских населенных пунктов с широкополосным доступом к сети интернет. Данные средства совместно со средствами ЕНПФ будут использованы для кредитования через АО «Банк развития Казахстана». 12,3 миллиарда тенге предусматривается на расширение аэропорта города Астаны и ускорение строительства паромного комплекса в порту Курык, что также дополнительно даст объемы и занятость. 4,2 миллиарда тенге предусматривается на софинансирование с ЕБРР строительства автодороги Курты-Бурабайтал созданием более 3 тысяч рабочих мест. Вышеуказанные средства спецрезерва, нацфонды и ЕНПФ не являются дополнительными, а ранее были предусмотрены, поэтому их использование возможно без уточнения бюджета. В этой связи Министерствами национальной экономики, здравоохранения и социального развития инвестициям информации и коммуникаций будут внесены в правительство проекты постановления по выделению средств из специального резервного правительства на вышеуказанные мероприятия. Третье направление. Ускорение реализации инфраструктурных проектов в рамках… Олег, остановись, не чести. Значит, нам нужно заседание госкомиссии, потом постановление правительства. Уже параллельно они могут двигаться и одновременно относиться. Ответьте на мой вопрос. Нет, в этом нет необходимости. Они могут, министерство могут подобрать. Послушайте меня, прежде чем отвечать. Нам нужно заседание госкомиссии потом правительства, да? Тогда сделаем госкомиссию во вторник в 10, а заседание правительства в 11, чтобы мы сразу уже на заседании правительства могли принять постановление необходимое. Продолжайте. В целом, Карим Кожемканович, все эти мероприятия согласованы с министерствами, соответствующие решения есть. Министерства готовят свои проекты, постановления и материалы на государственную комиссию. С учетом предполагаемых мер мы ожидаем, что в июне-июле текущего года экономика выйдет в положительную зону, а по итогам 2016 года выйдет на запланированный уровень роста экономики. Просим поддержать. Присаживайтесь. Значит, выступающие с места все остальные. Акишев. Уважаемый Карим Кожемканович, уважаемые члены правительства, Национальный банк поддерживает план дополнительных мер по стимулированию экономического роста и обеспечению занятости в 2016-2017 годах. Национальный банк является соисполнителем по двум пунктам, связанных с выделением средств из единого накопительного пенсионного фонда. В 2016 году планируется инвестировать пенсионные активы ЕНПФ в размере 400 млрд тенге на рыночных условиях в обусловленные долговые ценные бумаги субъектов квасигосударственного сектора. По состоянию на 17 июня пенсионные активы ЕНПФ инвестированы в облигации квасигосударственных организаций на сумму 145 млрд тенге. Важным элементом антикризисных мероприятий является рационально и эффективное использование финансовых ресурсов. Реализация плана дополнительных антикризисных мер на 2016 год выявила, что часть пенсионных активов ЕНПФ не востребована квасигосударственными компаниями. Речь идет о сумме 85 млрд тенге. В этой связи мы поддерживаем необходимость перераспределения этой суммы для финансирования оборотного капитала в обрабатывающей промышленности. Национальный банк, как и управляющий пенсионными активами ЕНПФ, не против совместного использования средств Национального фонда и активов ЕНПФ. Для снижения стоимости заимствования в рамках данного механизма будет происходить микширование ставок. С одной стороны, это будет способствовать защите интересов вкладчиков, а с другой стороны, снижению стоимости кредитования реального сектора экономики. Также важно отметить, что в рамках реализации плана дополнительных антикризисных мер на 2016 год механизм распределения средств ЕНПФ среди банков, который применялся Национальным банком, был максимально прозрачным. Банки могли самостоятельно оценить объем средств, которые они могли бы получить. Механизм распределения средств в полной мере учитывает возможности банков по освоению выделяемых ресурсов, то есть обеспечивает сохранность и возвратность пенсионных активов. Банки-участники программы в обязательном порядке должны иметь портфель займов малого-среднего бизнеса и соответствующий опыт работы. В целом, банкам предлагалось к освоению 200 миллиардов тенге, однако в два этапа было освоено на данный момент 94,4 миллиарда тенге. Причинами неполного освоения средств стали высокая стоимость ресурсов и их обусловленность для финансирования потребностей малого-среднего бизнеса. Так как банки не проявили достаточно спроса на предоставленные ресурсы, считаю, что они также могут быть перераспределены по другим направлениям. При этом отмечу, что затянувшийся процесс распределения средств среди банков находился не в полной компетенции Национального банка и не мог полностью нами контролироваться, так как необходимые решения также должны были приниматься Советом по управлению Национальным фондом и правительством. Соответственно, я считаю, что здесь никакой задержки в освоении средств не было и все действия были произведены в оперативном порядке. В целом, Национальный банк считает, что эффективная реализация запланированных мер будет способствовать восстановлению экономического роста, в связи с чем считаем возможным поддержать рассматриваемый план. Благодарю за внимание. Значит, на прошлой неделе, когда я с Атамикеном встречался и отдельно с банкирами, там вокруг этого вопроса много было разных суждений и высказываний. Поэтому давайте мы договоримся, что вместе с вами, с банкирами и с Атамикеном отдельную какую-то встречу проведем. Область Вячеславовича, Вы когда готовы быть? Вы дали две недели, когда готовы? По мере готовности, через председателя Национального банка вместе договоримся, чтобы по всем этим вопросам точку поставить. А то нареканий где-то справедливые, где-то несправедливые, много возникает. Осет Туринтович. Туринтович, за пять месяцев, как уже было сказано, у нас обрабатывающая промышленность показывает рост на 0,5% практически во всех отраслях, кроме машиностроения, для качества дополнительных мер по стимулированию роста в этих отраслях. Будет принятый ряд мер, Квандрик Валиканович их назвал. Это по увеличению производства железной руды с поставками в Китай и в Россию, и поддержке предприятий металлургии и легкой промышленности в качестве обеспечения сырьем. И, конечно, основной упор будет в машиностроении. Ряд мер, которые выделяют деньги через Институты развития, позволят снизить падение и в ряде секторов выйти на положительную зону. По транспортному блоку ряд больших проектов, которые реализуются в Астане, в Магастаусской области, также на них выделяются деньги. По ним всем мы также готовим все необходимые документы. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 А так работу мы подготовили Спасибо Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это та программа, по которой Воочию люди могут почувствовать Очень быстрые результаты этого труда Поэтому вот и Акимов областей То, что мы будем посещать области Надо обязательно на эти вопросы Обратить внимание И нам решение нужно То есть Акимов надо особое внимание обратить Параллельно я уже говорил Когда в Атамикене встречался На меня очень положительное впечатление Произвело посещение Офиса правительства Для граждан в Актюбинске Обязательно надо в других областях посмотреть Насколько или это одна область такая уникальная Или реально это заработало Но очень положительные отзывы у людей От работы, от того, что сейчас происходит То есть это, если я не ошибаюсь Это сотый шаг То есть он конкретно исполняется И конкретно мы можем увидеть его результаты Это та программа, которая нужна И которая востребована сейчас Султанов Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На сегодняшний день есть вопросы По обеспечению документации соответствующих проектов У нас в бюджете предусмотрен ряд Бюджетных программ с отлагательными условиями К сожалению, на сегодняшний день Администраторы не все документы еще предоставили Например, обеспечено на проведение инфраструктуры Для развития индивидуального жилищного строительства На 19,7 из 24 миллиардов тенге Есть еще на сумму 27,6 миллиардов тенге По отлагательным условиям В том числе СЭЗНИНТ Национальный индустриальный нефтехимический парк 10 миллиардов тенге Вопросы реализации гарантированных долевых вкладок 10 миллиардов тенге И пассажирский терминал аэропорта В городе Петропавловске 1,3 миллиарда тенге Поэтому хотел бы еще раз обратить внимание коллег На ускоренное предоставление документов Еще раз отмечу Никаких проблем с финансированием нет Вопросы ставили мы о том Чтобы нагрузку снимать с ноября и декабря На летние месяцы Порядка 6 миллиардов тенге Администраторы предложили перенести Мы эту работу уже провели Но в то же время звучат и отдельные предложения Оттянуть наоборот с июня С июля попозже Конечно Для объективности эту работу надо проводить Чтобы не создавать условия Для нарушения бюджетного законодательства Но тем не менее Хотел бы обратить внимание еще раз коллег Особенно местных исполнительных органов С тем чтобы с каждым поставщиком Проработать и максимально Правильно и эффективно освоить их В летний период Мы принимаем меры по камеральному контролю И по горизонтальному контролю Как и мы в прошлый раз докладывались Соответствующая работа будет проведена Спасибо Из вице-премьеры кто-то желает выступить? Высказаться? Ну тогда Как договорились Следующий вторник Госкомиссия Доседание правительства Значит нужно довести до такого состояния Чтобы я прямо проголосовали Первым вопросом Я прямо подписал при всех Чтобы и деньги пошли Вот такая задача Перед всеми стоит В течение недели все провести Чтобы мы дальше могли двигаться Следующий вопрос Госпрограмма индустриально-инновационного развития Много, Се Туринитович, вопросов Дискуссий, положительных Отрицательных Всяких есть И в обществе обсуждается Нам предстоит доклад Главе государства В ближайшее время Вот у вас такая возможность Сейчас есть Высказать свою точку зрения Кто знает Будет вторая такая возможность Или нет Как выступите сегодня? Пожалуйста Спасибо за субтитры Алексею! В 2015 году В первый год реализации Второй пятилетки Были приняты ряд системных мер Первое Утвержден пятилетний план мероприятий По реализации Который исполнен на 96% В первый год Второе По наиболее важным Стратегическим вопросам Были приняты дорожные карты Степень исполнения которых Превысила 98% Третье Обеспечено Совершенствование законодательства Было принято ряд Важных документов В которых Были прописаны Меры поддержки предприятий Это такие как Предпринимательский кодекс Налоговый кодекс Закон по научно-технической деятельности И законодательство По специальным экономическим зонам По данным Юнктат В 2016 году Наша страна вошла в число 25 стран Которые улучшили инвестиционную политику страны Также были Переформатированы И расширены Меры Инструменты поддержки В рамках Дорожной карты бизнеса И программы Производительность 2020 В 2015 году Из запланированных На реализацию мероприятий 327 миллиардов тенге Фактически Выделено Только 135 Или 41% Благодаря принятым мерам Была оказана поддержка Предприятиям Варабатывающей промышленности В рамках Антикризисного плана С учетом Тех негативных Экономических факторов Которые сложились В мировой экономике В результате Принятых мер Обрабатывающий сектор В 2015 году Показал Значительную устойчивость Если в период За год Промышленный производство Сократилось на 1,6% Горнодобывающий На 2,5% То обрабатывающий Осталось в положительной зоне 0,2% Если говорить о регионах То рост обрабатывающего сектора Отмечается в половине регионов Лидирует Карагандинская Акмолинская И город Астана По карте индустриализации За 6 лет Введены в эксплуатацию 898 проектов В том числе В 2015 году 128 проектов 80% Это новое производство 20% Модернизация Расширение Существующих предприятий Хотелось бы отметить Что 1,3% Прироста ВВП В 2015 году Была получена За счет Этих предприятий 0,39% Из 1,2% В целом Введенными проектами Новыми предприятиями Освоено Более 500 новых видов продукции Которые ранее Не производились в Казахстане Если говорить о загрузке То из 900 Введенных проектов 70% Имеет стабильную загрузку 74% Работают с низкой загрузкой 21% Проект простаивает 21% Это 2% От общего количества Проектов И менее 1% Если считать Объем инвестиций В 2016 году Запланируем Ввод 120 проектов В целом Программа Сыграла стабилизирующую роль Если в 10-14 годах Новые предприятия Давали 10% Всего промышленного производства То с нарастанием кризиса Видно Что они указывают Большую устойчивость И уже по итогам Первого квартала Они дают 20% Всей продукции Очень важно отметить Что в 2015 году За счет инструментов Программы Было создано 34 тысячи новых Постоянных рабочих мест Почти каждый третий Из всех созданных Рабочих мест В год Очень важно Что индустриализация Проводят и в сельской местности С привлечением Сельских жителей Особенно молодежи 401 проект Реализован в сельской местности И в малых городах 86 проектов Расположены в моногородах Экспорт В 2015 году Как известно Товарооборот сократился На 37% В том числе Экспорт На 42,5% Объем экспорта Сократился В основном За счет нефти За счет снижения цен В основном При этом Физические объемы Сократились незначительно Кроме нефти Сократились Поставки Руд-концентратов Природного газа Экспорт Обработанных товаров Также снизился На 25% Составил Порядка 13,8 Миллиарда Долларов В основном Снижение Произошло За счет Нефтепродуктов Которые Подешевели И металлы За счет Снижения цен При этом Доля обработанных Товаров В общем экспорте Выросла С 23 до 30% Товарных Позиций 777 До 824 Четырех Новых Позиций Впервые Стали экспортировать Железнодорожные Локомотивы Моторное Масло Мясо Индейки Предметы Одежды Изделия Стекла Ковровые Изделия И многие Другие Государственная Программа Охвачена Более 1500 Экспорто Ориентированных Предприятий По результатам Поддержки Были заключены Экспортные Контракты На сумму 1,7 Миллиарда Долларов США При этом Из бюджета На поддержку Выделено Значительно Меньше То есть На один Бюджет На тенге Получили 57 Тенге Экспортных Контрактов Инвестиции Как известно В 2015 Году Была Отмечена Тенденция Оттока Инвестиций Из Развивающихся Стран Если В 2010 Году На все Развивающиеся Страны Приходилось Плюсом 500 Миллиардов Долларов Прямых Инвестиций То в 2015 14,8 Миллиарда Долларов Прямых Инвестиций Что на 37% Ниже Чем В 2014 Году При этом Приток Инвестиций Упал Первый Горнодобывающей Промышленности И добычу Нефти В 2,4 Раза Обрабатывающую Промышленность Упал На 30% При этом По приоритетным Отрастям Наблюдается Рост Прямых Инвестиций Например Производство Ряда секторов Машиностроения Более Чем В 7 Раз Нефтепереработку На 80% Производство Продуктов Питания На 30% По данным Юктат По итогам 2015 года Инвестиции Снизились Во многих Странах Схожей Структуры Экономики В Австралии На 33% Чили 38% Россия 92% Видно Что это Достаточно Серьезный Глобальный Тренд Поэтому В прошлом Году В целях Привлечения Инвестиций Началась Более Проактивная Работа Запущено Было 4 производства Часим Планируется Еще 7 Проектов Выстроена Система Полного Мониторинга Всех Инициатив Иностранных Инвесторов С оказанием Мер Поддержки Начало Работать Одно Окно Уже За 4 Месяца Этого Года Обратились Свыше 800 Инвесторов По Казахстану Начал Работать Инструмент Специальный Экономический Зон В 2015 Году Запустили 22 Новых Производств В этом Году Планируется Ввести Еще 25 Новых Производств В текущем Режиме Проводилась Работа С учетом Бюджетных Возможностей По Другим Направлениям По Поддержке Инноваций Энергоэффективности И других Что касается Достижения Целевых Индикаторов Конечно Прошлый Год Охрактеризовался Наихудшим Из прогнозируемых Сценариев Наложились Одновременно Несколько Факторов Каждый Из которых Был сам По себе Сильным Это Замедление Темпов Развития Крупнейших Торговых Партнеров Китая России Падение Цен На все Экспортируемые Товары Один Из факторов Который Тоже Был вызовом Это Вступление ВТО И Здесь Тоже Конечно На первом Этапе Были Определенные Сложности Следующий Основной Фактор Это Была Резкая Девальвация Российского Рубля Которая Первые 8 Месяцев Очень Сильно Отразились На Импорте Российской Продукции В Казахстан Геополитическая Нестабильность И Конечно Сжатие Внутреннего Рынка И Дефицит Тенговой Ликвидности Все Это Отразилось На Достижении Целевых Показателей Поэтому По 24 Достигнуты Годовые Плановые Значения По 57 Отмечаются Недостижения В основном Это Отраслевые По Машиностроению Металлургии Продуктам Питания Другим Но По 21 Из них Отмечается Положительная Динамика Что Касается Основных Отраслей Промышленности По Металлургии Здесь На Диаграммах Показан Рост По Годам И Мы Видим Что В отрасли Было Реализовано 60 Проектов За 6 Лет Удалось Увлечь Производство Арматур В 10 Раз Золото В 4 Раза Ввести В строй Новое Производство И Это Дало Хороший Положительный Рост И В 15 И В 16 Году Вместе Семь Конечно Мы Видим Что Экспорт Небольшое Снижение В основном За счет Падения Цен При росте Физического Объема Химическая Промышенность Также Мы Видим Переход Отрасли На Более Высокие Переделы Введено 39 Новых Производств Тоже Новые Продукты Также Мы Видим Такую Ситуацию По экспорту Небольшое Замедление Машиностроение Стало Прошлые Годы Одной Из Динамично Развивающих Отраслей Реализован 71 Проект Отрасль Выросла В 2 И 3 Раза Однако В 15 Году Здесь В основном Прежде всего Из-за Российского Рубля Резко Увеличился Импорт Машин И оборудования Стороны России Также Фактор Играет Снижение Спроса Стороны Национальных А также Нефтегазов Рынка И меньше Потреблять Оборудование Также Положительный Рост Показывают Отрасли Строительных Материалов Фармацевтики И легкой Промышленности Благодаря Новым Предприятиям Встроим Материалам Удалось На 75% Впервые Покрыть Внутренний Спрос За счет Отечественных Материалов В легкой Промышленности Уже Можно Сказать О формировании Полного Цикла Производства От выращивания Хлопка До готовых Изделий Подводя Итоги Хотелось бы Отметить Что Все эти Меры Позволили Создать Определенный Запас Прочности По итогам 5 месяцев 2016 года Все сектора Промышленности К сожалению Показывают Спад Кроме Обрабатывающих Которые Показывают Рост 0,5% И в завершение На слайде Я хотел Показать Таблицу Мы сделали Сравнение С странами Партнерами Евразийского Экономического Союза Мы видим Что В 2015 2016 Году Только Казахстан Был Все время В положительной Зоне Если говорить Об обрабатывающей Промышленности К сожалению В наших Странных Партнерах Это сейчас Падение Потому что Общемировые Тенденции Они конечно Оказывают Очень сильное Негативное Влияние Доклад Окончил Присаживайтесь Остальные Выступающие С места Можно Скоро Сальбеш Что Как Министр Сельского Хозяйства Скажете Карим Кажем Иванович План Реализации Программы Садить Раздел Производства Продуктов Питания Который Присматривает Четыре Целевых Индикатора И три Показатель Результатов По итогам Прошлого Года Не достигнуты Два Целевых Индикатора И два Показателя Результатов Но при этом Можно отметить Что при даже Недостижении Наблюдается Рост В частности Например Был закреплен Такой план Рост Объем Производительной Продукции Двести до 111 А факт Составил 109 И 7 То есть Достаточно Хороший Рост Но все Это Объясняется Тем Что уже Ситрин Тайв Своем Уступлении Горил Там Оправленное Влияние Оказали Внешние Факторы Частности Например Если Горит О Ценовой Разнице По итогам Девальвации Которая Прошла В России Ценовая Разница Ставила Там Пользу России На 3-6 Процентов Но Самая Главная Причина Это В свое Время Когда План Был Согласован Министерство Согласовало С учетом Того Что Все Вопросы Которые Присматривают Данный План Будут Финансироваться Полным Объем Но К сожалению На Конкретный План Действия Как Дозагрузить Существующие Перерабатывающие Предприятия Это Молокопереработка Мясопереработка И Другие Виды Переработки И Вы Уже Определили Конкретную Дату Рассмотрения В начале Следующей Дели Мы Уже Первым Приближением Эти Расчеты Представим Я думаю Что По итогам Уже Приняты Дополнительные Меры Уже Картина По итогам 16 Год Уже Что касается Актуализации Здесь Министерство Замечания Проложения Имеет Канат Алдеберген Уважаемый Карим Шахианович Согласно Данной Программе На 15 19 Год За Минэнергию Были Закреплены Два Направления Это Нефтепереработка Нефтегазохимия По итогам 15 Года Позвольте Вкратце Доложиться Нефтепереработки Было Закреплено За нами Четыре показателя Это Первый Объем Нефтепереработки В натуральном Выражении Он состоял 14,5 Миллиона Тон При плане 14,3 Миллиона Тон По итогам Года Плановые Показатели По основным Индикаторам Нефтегазового Сектора Были Достигнуты План на нынешний Год Скорректирован 14,1 Миллиона Тон Второй Показатель Производительность Труда Состоял 94,2 Процента В натуральном Выражении На НПЗ Производительность Труда Было 122,4 Десятых Тысяч Долларов США На человека Здесь Причина Снижения На 6% Сокращение Производительности На предприятиях Западно-Казахстанской Области Конденсат И Полодарской ПНХЗ Затоваривание Резервуарного Парка Вследствие Изменения Курса Российского Рубля В прошлом Году И Не связан С этим Большому Возу Нефтепродуктов С российских НПЗ В прошлом Году Четвертый Показатель Это валово Добавленная Стоимость Пока Фактических Данных Сейчас По статистике Нет Он где-то Во втором Полугодии Будет Нефть и Газохимия Также Второе Направление Значит Первый Показатель Стоимостной Объем Несырьевого Обработанного Экспорта У нас Состоял 104,6% И Степень Достижения Показателя Практически 70% Второй Показатель Объем Произведенной Продукции Составил 84% Или 23,7 Тысяч Тон Причины Комплекс По Производству Ароматических Углеводородов Отравовского НПЗ Был введен В эксплуатацию Только в конце Декабря 2015 года На полгода Позже А завод Эксплуатировался Только по топливному Режиму Для выпуска Нефтепродуктов Что и сейчас Происходит Поэтому здесь Показатели у нас Невысокие Численность Занятых Составила 1520 человек Против плана 2000 человек Пятое Производительность Труда Составила 19,3 тысячи Долларов США На человека И здесь Дело в том Что из-за Девальвации Национальной валюты По ряду объектов Вынуждены Переносились Сроки Начала строительства В том числе По объекту Строительства Газотурбинной Электростанции Где ответственным Исполнителем Является Фонд Самрок Казна Срок был Перенесен С 15 на 16 год Объем Произведенной Продукции Натурального Выражения Крупных Производителей Состоял Порядка 23,7 тысяч Тон Степень Достижения 80% И здесь Тоже Не втихим ЛТД В Павлодарской Области Сократился Объем Выпуска Продукции Была модернизация Этого завода Но в текущем Году После модернизации Мощность Производства Увеличена До 70 И ожидается Исполнение Планового Показателя Таким образом В среднем Степень Достижения Показателей За 15 Год По министерству По данной Программе Стала 82% При этом План мероприятий Этой программы В рамках Компетенции Министерства По итогам 15 Был исполнен На 112 Целых 5 Целых Министерство На ежемесячной Основе Проводит Мониторинг По этой Программе И формирует Необходимые Отчеты Возникающие Текущие Вопросы Оперативно Прорабатываются И совместно С Министерством По инвестициям И развитию Проработаны Актуализации Вопросы Актуализации Данной программы На будущие Переды Спасибо Тамара Касанова Карим Каженович У меня В рамках ФИЭР Два направления Первое Конечно Очень важное Это обеспечение Занятости Населения Мы В прошлом году Когда актуализировали Дорожную карту Занятости Во все государственные Актуальные программы Внесли изменения Если идет Строительство То из внов Создаваемых Рабочих Мест 15% Должны Из центра Занятости Если идет Капитальный ремонт То 15% В прошлом году В рамках ФИЭР Мы Трудостроили 5145 человек В этом году Совместно С Министерством Инвестиций И местными Исполнительными Органами Определили 165 Проектов Реализуемых В рамках ФИЭР В регионах И Количество Создаваемых Рабочих Мест Которые Подтверждены Акимами Это 26644 Рабочих Мест Сейчас Они 19% Нам Подтвердили Будут Привовлекать Из центра Занятости На сегодня Наибольшее количество Этих проектов Реализовываются Козлардинской области 30 проектов Южный Казахстан 26 проектов И Павлодарская область 17 проектов Пока Пока Привлекли Из нашей Категории Самозанятых Беззаработанных 551 человек Но Кажем 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 Туда Нужны Более готовые люди И Лица С конкретными Профессиями С учетом профессий Мы Поэтапно Проставляем И ежегодно Актуализируем Тот перечень профессий Которые Необходимы По этим проектам По Фармопромышленности Мы Со всеми Отечественными Товаропроизводителями Заключили Долгосрочные договора На те препараты Которые Производят Сегодня До 7 лет И на те препараты Которые Они будут Производить Мы При закупе Первый Независимо от того Если даже будут Дистрибьюторы Мы в первую очередь Покупаем От наших Отечественных Товаропроизводителей На все Ирбалат Искарбекович Уважаемый Каримир Жемханович Уважаемые Коллеги Управляющий Холдинг Батирек Его дочерняя Организация Сегодня Участвует В реализации 11 задач Государственная Программа Индустриально-национально-развития На 15-19-е годы И ответственная За исполнение 35 мероприятий Из них На сегодня Исполнены 24 В этом году На исполнении Находится 10 И частично Были исполнены До этого Время Одна задача Основные Усилия Холдинга В первую очередь Были направлены На финансирование Приоритетных Проектов Которые Внесены В индустриальную Карту Также Через Предоставление Механизмов Поддержки Отечественным Производителям По увеличению Экспорта Это предэкспортное Финансирование Через банки Второго уровня И Вопросы Механизма Через Обусловленные Банковские Вклады Также 10 Мероприятий Направлены На инновационное Развитие Страны Это связано С работой Национального Агентства По технологическому Развитию Также Внимание Особо Уделяется Вопросу Повышения Доступности Финансовых Ресурсов Основным Оператором Поддержки Малого Среднего Бизнеса Является Акционерное Общество Дому Дому Работает Кроме КПИР Также Работает И в рамках Программы Государственной Программы Нурлыжов Также Вопрос Отдельным Является Вопрос Работы По инвестиционному Фонду Казахстана В которые Были переданы 26 проектов По которым Часть проектов Сегодня Реанимирована И восстанавливается Часть активов Уже сегодня Идет Через реализацию Этих активов И передачи Уже новым Собственникам И вопросы Связаны С актуализацией Государственной Программы Индустрия Инновационного Развития Холдинг Принял Самое Активное Участие Мы Совместно С Министерством По инвестиционному Развитию Отработали Необходимые Объемы Финансирования На предстоящие 2016-2019 Годы И в рамках Уже Работы Республиканской Бюджетной Комиссии Вам дополнительно Будет доложено Где бы Хотели Получить Поддержку От имени Правительства Республики Казахстана Спасибо Музы 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 Картасының Еңізілген 3 миллиард Олды 2017-2017 Аяқталады 830 миллиондық Жоба Долдырлық Біріктірілген Газ Химия Кешен Салу Оның Бірінші Фазасы Полипропилен Өндіру Жобасы Казір Бәрліқ Құжаттама Дайындалды Құрылысқа Кірлісіп жатырмыз Енді Екі бастуз Шүліпі Семей Өскемен Электрежелісі Оның Жобасы Ол бұл жоба 2017-шылы Аяқталу керек Бұлатын Бейл Құрылысылармен Біргіп Біз Жаңа Жоспар Құрып 2016-шылы Бірінші жыл 90-да Аяқтаймыз Деп Жобалау жатырмыз Екі бастуздағы Электростанцияларды Қайтажа Құрытып Жөнді Оның Аясында 1200 Мегават Жаңа Электр Құраттын өндіру Мошенстар қосылады Балқаш Жылу Электростанциясының Бәрліқ Құжаттары Дайындалды Қазір Кредиторлармен Корейлік Біздің партнерлермен Келі сөздер Аяқталуға жақын Бейіл Сол Құрылысыға Кресемізді Отырмыз Шардара Суэлектростанциясының Жаңғырту Жобасы Жүріп жатыр 2011-шылы Бітеттеген Ойдамыз Жалпы Жиынтығы Жиыны 26 Миллиард 316 Миллион Долларды Бұл ғомбір жоба Дергезінде Аяқталатып Синергағға Ахмед Кто из Акимов областей Хочет выступить? Кто в зале Хочет выступить? Пожалуйста Гожымканч Уважаемый участок Седания Хотел бы кратко По обоим вопросам Разрешите выступить По экономическим Росту Корейлік Гожымканч Положительные меры И вы были на съезде Это оба Пополнение оборотных Предэкспорт Это востребована Бизнесом И мы ожидаем Положительных Скажет Единственное На встрече с вами Банки говорили О арбитраже По ставкам Если есть возможность Вы неделю дали Мы могли бы Смена с экономики Еще раз этот вопрос Обсудить АФК поднимал этот вопрос Бешенбаев Надо вам Вместе Вместе вам Национальным банком Может быть Минфин Посмотрите Ну координация За вами Посмотреть Там есть Похожие программы Разные ставки Надо привести В соответствие К следующему вторнику Спасибо И мы давали Записку Хотел бы Поблагодарить Карин Кожипаш Бахшанбирш Мы обсудили Вчера протокол Получили Если можно Туда включить Вот сейчас Тамара Касына Говорила Очень положительно Фармкомпания Оценивает Ту работу Которую Самру Фармация Отработала И более того Хотел бы отметить Каждый год Мы на съезде Отмечаем Один госорган Акимат И министерство Возглавляем Тамара Касына Бизнесменами Призваны Как активно Помогающий бизнес И награждена Медалью Атамикена И Акимат Магиславской области За поддержку бизнеса Но там Есть вопрос По срокам У вас ордена нет Ордена нет Мы к сожалению Не можем Орден Орден будет Мы посмотрим И там есть вопрос По срокам оплаты Если можно Мы в рамках этого протокола Бахшаем Дирши Мы тоже отметили По ГПИР Мы ведем Мониторинг Региональной карты По 2015 году 128 проектов введено По мониторинг Показывает Что 14 проектов Испытывают трудности То о чем уже Уступающие отметили Все таки Та ситуация Которая сложилась Там 6 проектов Испытываются Со сбытом Один проект По девальвации Но есть 5 проектов Где есть проблемы Инфраструктуры Мы Бахшаем Дирши Донесем Там есть работа Которая Акимат По актуализации Хотел отметить Мы хорошо обсудили его Несколько раз бизнесом В целом Меры поддерживаться Единственное Хотели бы обратить внимание Все таки Мы говорили Поддержку внутренних Не только экспортоориентированных В рамках Протокола Бахшаем Дирши Мы готовы Внести свои предложения По импортозамещению Спасибо Протокола Бахшаем Дирши По второму вопросу ГПР Хотели сказать Что в целом Все мероприятия Которые в 2015 году Сделаны Вот тот рост Обрабатывающей промышленности Он в основном Застигнут За счет мер поддержки Из РБ И национального фонда Вот в 2014 году В 2015 году Правительство Выделило Практически 200 миллиардов Ценгер На малый и средний бизнес И на банк развития По сути Частных инвестиций В этот сегмент Сейчас приходит Очень мало И банковский сектор Никак не участвует С учетом Актуализации ГПР Сейчас Министерство инвестиций И развития Прогнозирует Дополнительную потребность Свыше триллиона тенге Однако Таких ресурсов И возможностей Мы сейчас не видим Поэтому Здесь наверное И национальному банку И нам И министерству Нужно совместно Как-то вот этот вопрос Решать По финансируемой Национальной валюте Север Туринтович По актуализации Карты Пожалуйста Уважаемый Кирилл Уважаемые коллеги По актуализации Программы Как вы помните В прошлом году Глава государства С учетом наступления Новой реальности Дал поручение Актуализировать подходы Я бы хотел В первую очередь Сказать Что обрабатывающая Промышленность Является Лишь одним из сегментов В политике Диверсификации Экономики При этом По диверсификации Понимается Обеспечение Большей устойчивости Экономики Путем снижения Влияния Горнодобывающего сектора Таким секторам Отнесены Кроме обрабатывающей Промышленности Сектора Продуктивных услуг И агросектор Анализ стран Со схожими условиями Такими как Канада, Австралия Показывает Что устойчивость Экономики Обеспечивается Сохранением На протяжении Длительного периода Суммарной доли Не нефтяного сектора И продуктивных услуг На уровне 44-47% От ВВП По итогам 2014 года В Казахстане Совокупная доля Этих секторов Является 39% И для Постановления Устойчивости Экономики Необходимо довести К 2025 году До 48-50% Как уже Сегодня было сказано Наиболее важный Вопрос Это обеспечение Мир макроэкономической Стабильности И обеспечением Финансирования На слайде Нометри Мы хотели показать Что разработано Концептуально Видено Долгосрочной Промышленной политики Долгосрочная цель Достичь уровня Конкурентоспособности Развитых стран УСР Главный бенчмарк Ориентир Это уровень Производительства труда Мы разработали Модель В которой интегрировали 17 показателей Инвестиции Экспорт Объем производства Рабочая сила И другие При актуализации Были учены Ключевые глобальные тренды Влияющие на трансформацию Мировой индустрии А также рекомендации Ведущих международных Организаций На слайде Номер 6 Мы показываем Ключевую цель Задачи И целевые индикаторы Как известно Три целевых индикатора Определены Это рост Производительства труда И экспорт Обрабатывающей промышленности На 30% В реальном выражении К уровню 2015 года А также Увеличение инвестиций В основной капитал С общим объемом Более 5 триллионов тенге Это Частных инвестиций В 2015 году 770 миллиардов тенге Было вложено При отборе Приоритетных секторов Учитывали все Рыночные аспекты Рост внутреннего рынка Перспектива интеграции В глобальной цепочке Выход на внешний рынок Инфраструктуры Сырье В результате этого Определялись Наиболее быстрые точки Расширения Не нефтяного Экспортного потенциала Наличие определенных Компетенций Зрелость отечественного И наличие страновых преимуществ При разработке Были учтены Глобальные рыночные Технологические тренды В разрезе наших Приоритетных отраслей Основной фокус В итоге был Определен На 8 секторах В 5 отраслях Обрабатывающей промышленности Это продукты питания Нефтегазохимия Агрохимия Металлургия И машиностроение Задача ближайших лет Завершить создание Базовой индустрии То есть уйти От производства Желтого фосфора К производству Сложных комплексов Минеральных удобрений От сборки авто И машин Производству Комплектующих Выход на новые сплавы И другие Это станет фундаментом Для появления Высокотехнологичных секторов И развития регионального Процессинга То есть предложения Не только продуктов Но и уже решения Связанных с их потреблением Теперь об отраслях Первый Автопром В автомобиле Среди выявлены Следующие тенденции Рост продажи Автомобилей На 23% К 2020 году За счет экономического Роста в развивающих странах В Африке И Юго-Восточной Азии Второе Происходит Серьезное смещение Спроса на автомобили На альтернативном топливе Электричество И водород Третье Ожидается увеличение Объемов совместного Пользования Каршеринг В странах С высоким уровнем Урбанизации С учетом глобальных Тенденций В программе Подлагается Изменение Бизнес-модели Отрасли Ориентируем Не только на сборку Но и на услуги Уже сегодня Сборочная компетенция Позволяет Производить Электромобили Но пока Это не выгодно По естественным причинам Планируется Довести Локализацию До 50% Увеличить Объем производства В 5 раз До 600 млрд тенг К 2025 году Металлургия В долгосрочном периоде Ожидается устойчивый рост Потребления Наших базовых металлов Это алюминий Метцинк Это связано С растущим мировым населением Урбанизацией Строительством новых городов А также Возрастающим потреблением В новых секторах экономики Это возобновляемая энергетика Новый транспорт К примеру У электромобилей Расход медиалюминия Будет в 4 и в 2 раза больше Чем в простых Традиционных автомобилях Что касается Черной металлургии Сегодня рынок Испытывает Очень серьезные трудности Вместе с тем Спрос на сталь Не будут падать В долгосрочном периоде Опять же За счет бурного развития Урбанизации Развивающих стран Таких как Индия, Иран Страны Ближнего Востока И дополнительный спрос на сталь Создадут новые сектора промышленности Так Ветровые и солнечные станции Требуют больше стали Чем традиционные источники энергии Но Здесь Направление Будет Ити в сторону Новых Качественных марок стали Которых Этилизуются особой прочностью Снижением веса Экологичностью С учетом этих Тенденций в металлургии Казахстана Планируется усилить работу По Во-первых Повышению производительности Туда на действующих предприятиях Реструктуризации Существующих компаний Повышению экологичности И Созданию новых Производств По Более усовершенствованных Металлов Соответствием Запросу мирового рынка По Химии Химические Производства Включая Агрохимию Нефтехимию Это один из важных Направлений Второй пятилетки По химии Мы также видим Рост Глобального Химического рынка В два раза К 35-му году Здесь Основной Тренд Это рост Мирового населения И увеличение Сельскохозяйственного Производства В этих условиях Будет Продолжена Работа По наращиванию Новых Химических Производств Это Производство Различных Видов Удобрения Нефтехимии Хотелось бы Отметить Что Помимо Традиционных Продуктов Будет Начата Работа По Поиску Инвесторов Созданию Новых Производств С учетом Глобальных Трендов Поиску Новых Ниш Здесь Основной Вопрос Развития Новых Инновационных Направлений В ранних Традиционных Секторов Таких Как Новых Материалов Металлургии Новых Сплавов Химии Машиностроения Порошковой Металлургии Композитные Материалы Новые Полимеры Заданными Свойствами Аддитивной Технологии На слайдах 15-16 Показываются Новые Продукты Которые Созданы За счет Тех Новых Технологий Поэтому В рамках Программы Планируется Начать Работу По этим Новым Направлением Для Казахстана С привлечением Наших Университетов И ученых И бизнес В результате Всех мер Которые Планируются Реализовать В результате Программы 8 отобранных Приоритетных Секторов Должны Обеспечить Прирост Экспорта В 2020 Году 8 миллиардов Долларов США Уже Определены Ключевые Крупные Проекты В этих Отраслях По большинству Из них Уже Есть Инвесторы По оставшимся Идут Переговоры Ключевой Вопрос Это Меры Поддержки Государства По этапам Акцент Будет смещен С прямых Мер Поддержки Косвенным Более Системным Мерам При этом Будет Привязка Всех Мер Поддержки К критериям Поддержки Экспорта И производительности Хотелось Отметить Что все Предприятия Обрабатывающие Промышленности В том числе Малосредний Бизнес Которые Экспортируют Несырьевые Товары Основной Это Финансирование Через Дорожную Карту Бизнеса Ряд Других Мер Что Касается Восьми Приоритетных Секторов Для них Наибольший Инвестиционный Пакет Вплоть до Выделения Инвестиционных Субсидий До 30% Инструменты Меры Господдержки Будет Направлен На пять Направлений Это Поддержку Частных Инвестиций Поддержку Экспорта Стимулирование Повышение Производительности Уровня Локализации Обеспечение Кадрами И усиление Инновационно-технологического Развития По инвестициям Мы уже докладывали Здесь конечно Основная работа Это улучшение Инвестиционного Климата Очень много Мир В рамках 100 шагов Мы планируем Двигаться По стандартам ОСР Эта работа Уже идет Ну и конечно Активная Политика По привлечению Инвестиций Сейчас Мы В 10 Приоритетных Странах Направили Советников Практически Со всеми послами С такими регионов Идет работа По поддержке Любого инвестора Который заходит В страну И ежемесячно Докладывается Вам На совете По экспорту Это стратегическая Задача Во второй пятилетке За счет Внутреннего рынка Уже Отрасли Расти не могут Поэтому Оправленные Стратегические Экспортные рынки Это Россия Центральная Азия Иран Афганистан Китай Страны Кавказа Разработана Экспортная Стратегия Такие как Увеличение Финансовых услуг Для экспортеров Включая Малого и среднего Бизнеса С привлечением Банков Расширение Сети Зарубежных Торговых Представителей Казахстана В приоритетных Странах Это Россия Китай Иран И продолжение Работы по сервисной И брендовой Поддержке Экспортеров По производительности Также будут Расширенные Инструменты В основном Это касается Использования Предприятиями Новых Технологий Это автоматизация Испытания Сертификация А также Поддержка Классерных Инициатив Все эти направления Мы обсуждали С НПП Атамикен С соответствующими Министерствами Национальными Институтами Развития Иакиматами Инновационно-технологическое Развитие Будет направлено На ключевых Две задачи Первая Это модернизация Традиционных Отраслей Которые пока Отстают По уровню Производительности И скажем Наукоемкости От стран УСР Это сельское Хозяйство Горно-металлургический Комплекс Нефтегазовый Сектор Транспорт Энергетика Второе Это поддержка Новых секторов И которые Стоят условия Для перехода Так называемой Четвертой Промышленной революции Это развитие Интернет Технологии Умная среда Новые материалы Новая энергетика Решение этих задач Будет достигаться Через создание Отрасливых центров Компетенции С приглашением Во-первых Наших университетов Во-вторых Ведущих Зарубежных университетов И мировых лидеров Особенно В рамках Двух инновационных Кластеров На базе Назарбаев университет И на базе Ламатинского Инновационного кластера Для поддержки Талантливой молодежи Запускается Программа Стартап Казахстан Которая будет Поддерживать Все Креативные проекты Наших Молодых Бизнесменов Уважаемый Кажем Канч Вы давали поручение По карте Индустриализации Мы Внимательно Этот месяц Обсуждали Со всеми Акимами Национальной Палатой Предпринимателей Холдингом Байтирек И всеми Заинтересованными Ведомствами На сегодня Существует Формально Юридически Две карты Это карта Индустриализации Первой Пятилетки И карта Индустриализации Второй Пятилетки Хотелось бы отметить Что 96% Введенных Проектов Это проекты Частного Бизнеса Которые поддержаны Государством Поэтому мы Предлагаем Чтобы не было Путаницы Карту Первой Пятилетки Поставить на утрату Но не оставлять Без мониторинга Мы предлагаем Закрепить Перечень Этих Проектов Причем не только Которые были В карте У нас Отдельно Велся учет По специальным Экономическим Проектам Дому Всего получается Более двух тысяч Проектов Обрабатывающей промышленности Получили меры Государственной поддержки Мы предлагаем Провести четкий Водораздел Составить этот перечень Но уже Мониторить их Не как проекты А как предприятия В рамках Агентства Комитета по статистике По которым Мы будем Ежеквартально И раз в полугодие Докладывать Вам и главе государства То есть уже Не ваше министерство Бешимбаева Чтобы заниматься Нет Наш министерство Мы просто предлагаем У нас было две карты Мы хотим Первую Как бы отменить Но все эти проекты Уже как предприятие Мониторить В рамках статистики Что касается Второй пятилетки Во-первых Предлагается Как оценивать работу Акиматов И министерств отраслевых Предлагаем Во-первых Отслеживать По системным индикаторам Это Привлечение инвестиций В отрасли В регион Увеличение экспорта Несырьевого Производительность труда И энергоэффективность Четыре индикатора По которым Раз в полугодие Оценивать Каждого Акима Каждого министра Второе Что касается Проектов Мы предлагаем Оставить Существующий порядок Тем более Он прописан В предпринимательском кодексе Есть Анормативная база Республиканская карта Отбор идет На уровне правительства За каждым проектом Закрепляется Министр И руководитель Национального холдинга Что касается Региональной карты То Как вы знаете За них отвечают Акиматы И Национальная палата Предпринимателей Единственное Мы предлагаем Здесь Ввести такое дополнение Что в карту В региональную Включаются только Те проекты Получившие финансирование Чтобы мы не Включали идеи Если получил От банка Развитие Или там От Казкоммерсбанка Кредит То он может Быть включен И в завершение Хотел сказать Еще раз Что Как мы у вас Неоднократно обсуждали Что ГПИР Отвечает За обрабатывающую промышленность Является Частью политики Диверсификации И Здесь Та политика Диверсификации Которая Отражена В разрабатываем Проекте Стратегии 2025 Это Развитие Экспорта В обрабатывающую промышленность Становление Высокопродуктивного Частного бизнеса И мы считаем Что Программа Актуализирована Отвечает Всем Тем Требованиям Которые Сейчас Время Ставят Перед нами И Мы Планируем До 5 июля Эту программу Внеси Уже в правительство Спасибо за внимание Присаживайтесь Значит Мы 2 июля Докладываем Главе государства Значит После доклада Президенту Его замечаний И поручений Которые будут даны Значит Надо будет Эту программу Доработать И 5 июля Еще раз Выносим на заседание Провидительство Уже как проект Указа Значит Есть возможность Сейчас Мы достаточно Давно обсуждаем И Акимов И общественности И еще раз Государственным органам Внимательно посмотреть Чтобы 5 июля Мы могли Проголосовать И внести На рассмотрение Главе государства Я Министр информации Даврия Набаев Недавно Интересную подборку Сделал По Санкт-Петербургскому Форуму Там много было Обсуждений И у нас На экономическом Форуме Ну и такой Ключевой Сказной вопрос Который сейчас Обсуждается И на Довозском форуме Об этом говорили Значит Сейчас По большому счету Вот эта новая реальность Которая Все меняет Она проведет Водораздел Между странами Теми Которые впишутся В четвертую Индустриальную революцию И теми странами Которые останутся На обочине Поэтому Вот этот Главный вопрос Этой программы Он должен Привести Нашу страну Как и поручал Наш глава государства Чтобы мы Были среди тех стран Которые Движутся вперед На новой волне Такие Аналогичные программы Есть в Германии Индустрия 4.0 Есть в Китае Сделано в Казахстане Интернет плюс Мы еще дополнительно Будем Вот мы предварительно Смотрели по индустриализации То есть Эта программа Дарьяна установлена Мы должны Диджитал Казахстанцы Проводить Все это совмещая Мы должны Основательно Двинуться вперед Когда-то мы всегда Читали в книжках Про ловушку Среднего дохода Вот мы сейчас К этой К этой черте Подходим И мы должны С помощью этой программы И в особенности С помощью тех Пяти Институциональных реформ И в ста конкретных шагов О которых говорил президент Мы должны Пройти Через эту полосу В которой мы сейчас С вами находимся Поэтому это Непростой Непраздный вопрос Это не вопрос Просто строительства Предприятия Это вопрос Философии Нашего дальнейшего Развития О которой говорит Наш президент То есть Программа Развития Казахстана До 2050 года И вот этот этап Через который мы Проходим Он сложный Он болезненный Он непростой Он требует Больших интеллектуальных Организационных усилий Но я уверен Что мы с вами Это сможем сделать Как и поручает нам Глава государства Значит На этом Селекторное совещание